В зале представители родительских комитетов и самые активные мамы и папы учеников всех городских школ и гимназии. В президиуме представители управления образования, сотрудники силовых органов. На повестке дня проблемы формирования здорового образа жизни и общего развития подрастающего поколения. Сегодня в Анапе и Анапском районе на профилактическом учете состоят 156 детей и 54 семьи, где родители недолжным образом выполняют свои родительские обязанности. Забирать у них детей не выход, нужно приложить максимум усилий, чтобы наладить климат в этих семьях. Обращаясь к родителям, начальник управления образования напомнила, что любую воспитательную работу нужно начинать с себя. Самое главное для нас с вами – это здоровье наших детей. Ничего важнее в жизни нет. Но для того, чтобы дети наши были здоровы, мы должны собственным примером показывать, что такое здоровый образ жизни. Огромную тревогу вызывает и неконтролируемое общение детей в сети интернет. Сегодня это один из самых эффективных инструментов воздействия на неокрепшую детскую психику. Фильтровать контент, которому имеет доступ ребенок, должны родители. Однако работа в этом направлении ведется и на городском уровне. Мы, как управленцы, организовали большую работу среди администрации школ, среди замов по воспитательной работе. Подключили социальных педагогов и педагогов-психологов, которые ежедневно мониторят сайты и контакты детей, школьников, там, где у них есть доступ. И выявляя эти моменты, выявляя непонятные вопросы, читая непонятные вопросы, общаясь с детьми, уже есть такие прецеденты, когда нам удалось зафиксировать один из таких сайтов, и мы эту информацию предоставляли в прокуратуру. Здесь же родители смогли напрямую задать волнующие их вопросы начальнику управления образования Наталье Микитюк. Следующее собрание планируется провести весной 2018 года. По всем вопросам образования, возникновения конфликтов в школьных и внешкольных ситуациях, жители города могут обращаться по телефону, указанному на экране. Продолжение следует...